МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте всех зрителей БУК-ТВ. Мы приглашаем в студию программы «Итоги недели» в студии Виталий Матюшин. В ближайшие полчаса рассказ о событиях Бреста. Неделя позади. Самое время узнать о ключевых событиях, которые произошли в эти 7 дней. В итогах недели самое важное из того, о чем мы рассказывали, а также то, что осталось за кадром. Главные темы сегодняшней программы. В областном центре прошла внеочередная сессия Брестского городского совета депутатов. Главный вопрос повестки дня – присвоение звания почетный гражданин Бреста Александру Анатольевичу Мешкову. Новая специальность в Брестском государственном университете имени Пушкина – урбанология и сети-менеджмент. Почему стать урбанологом престижно и выгодно, востребована ли специальностью работодателей, выясняла Людмила Логодич. Полина Морозова и Виктория Свержевская. Брестские стобальницы. Анастасия Милишкевич встретилась с девушками, которые смогли сорвать на ЦТ заветную соточку и узнала, чего стоил им этот столь высокий балл. Привет из далекой Мексики. Всем брещанам в эфире нашего канала шлет Ангелина Пипер, участница мексиканского шоу «Голос». Об этих событиях и не только прямо сейчас в эфире программа «Итоги недели». В Брестском горосполкоме состоялась внеочередная сессия Брестского городского совета депутатов. Один из главных вопросов, определяющих повестку дня – присвоение звания почетный гражданин Бреста Александру Анатольевичу Мешкову, который провел большую работу по развитию спорта в городе над Бугом, в частности Ганбола, а также инициировал множество благотворительных проектов. Такое высокое звание в Бресте присваивают с 1976 года, а за это время его удостоился лишь 31 человек. Александр Мешков станет 32-м. Александр Анатольевич Мешков – один из самых таких реальных кандидатов. Хочу сказать, что вчера состоялось заседание городского исполнительного комитета и по процедуре присвоения звания на заседание горосполкома единогласно члены исполкома просили это почетное звание утвердить на сессии городского совета депутатов. Поэтому я думаю, что депутаты все прекрасно знают Александра Анатольевича, и все сегодня состоится, и мы прирастем еще одним почетным гражданином города, в городе Бресте. В конце этого месяца, а именно 28, 29 и 30 июля, в Бресте будут проходить празднования по случаю Дня города. На глазах десятков тысяч брещан Александру Мешкову присвоят высокий статус почетный гражданин города Бреста. Последним такую награду получал в рамках празднования тысячелетия города над Бугом заслуженный деятель искусств Республики Беларусь Николай Петрович Кузьмич. 21 век. Стремительный, диктующий новые условия сосуществования. Растут города, постоянно изменяясь и развиваясь. А потому в современном мире уже недостаточно просто заполнить городское пространство, важно уметь управлять им. В Беларуси есть вузы, где можно научиться проектированию городов. Но не было ни одного, где дали бы знания о том, как сделать жизнь горожан комфортной. Именно этим вопросом и озадачились специалисты Брестского государственного университета имени Пушкина. Собрав множество знаний воедино и подключив к делу команду увлеченных профессионалов, в вузе открыли совершенно новую для нашей страны специальность – урбанология и сети менеджмент. Почему стать урбанологом престижно и выгодно, востребована ли специальность у работодателей и интересно ли абитуриентам – об этом в следующем материале выпуска. С каждым днем жизнь в городах становится все интенсивней. Меняется окружающее пространство, а вместе с ним меняется мышление людей и их потребности. Сегодня уже недостаточно сделать просто красиво. Необходимо, чтобы все, что наполняет город, транспорт, природа, здания и технологии, было взаимосвязанным, рациональным, функциональным и создавало единую комфортную среду для жизни. Появился запрос не просто на градостроителей, а специалистов-урбанологов. Урбанология – это наука о городе. И, в общем-то, нам всегда казалось, что мы о городе знаем достаточно много, мы умеем проектировать города. Но сегодня понимаем, что тема создания комфортной среды, комфортного города, она наиболее сегодня актуальна и важна. Поэтому новая специальность, новая специализация, связанная с урбанологией, с урбанизмом, это как раз-таки об этом, о более тонких настройках городских территорий, о взаимоотношениях разных городских систем между собой. До настоящего момента обучиться на урбанолога было невозможно, просто потому, что в Беларуси ни один вуз не брался за разработку совершенно нового направления. С этого года все изменилось. В перечне специальности Брестского государственного университета имени Пушкина абитуриенты увидели урбанологию и сити-менеджмент. Свой выбор в пользу профессии будущего сделала и брестчанка Дарья Полячок. Девушка считает, что с каждым годом спрос на специальность будет увеличиваться, а значит и проходной балл будет расти. Про специальность я смогла узнать на страничке университета в одной из социальных сетей. Меня привлекает то, что в специальности сочетается несколько отраслей, конкретно это логистика, география, какие-то математические навыки. То есть в этой специальности все обо всем. Я считаю, что это достаточно востребованная профессия для всех абитуриентов, поскольку города будут развиваться и такие специалисты будут необходимы в будущем. Для поступления будущим урбанологам необходимо было сдать централизованное тестирование по географии, математике и белорусскому, либо русскому языку. Очная форма обучения составляет 4 года. Для студентов по данному направлению выделено 17 бюджетных и 3 платных места. Учебный план этой специальности носит мультидисциплинарный характер, а это значит, что он включает в себя дисциплины из самых разных отраслей знаний. Безусловно, это хороший географический базис, но он имеет практикоориентированную направленность. То есть это не просто метеорология и климатология, а это климат городов. Не только гидрология, классическая географическая специальность, но и гидрография города. И так по всем географическим специальностям. Кроме географической основы, в ущебном плане есть и инновационные дисциплины, такие как геоинформационные технологии, брендинг городов, создание безбарьерной среды в городе. То есть те специальности, которые позволят сконцентрировать все-все знания о городе и сделать его удобным для жизни. Мы хотим сделать эту специальность максимально практикоориентированной. То есть учить не тому, что знаем мы, а учить тому, что действительно сегодня нужно и востребовано нашему городу и другим городам Беларуси. Здесь есть огромное поле для работы. И транспорт, и озеленение нашего города, планируемая городская застройка, реконструкция, сохранение культурного наследия. То есть все это огромный пласт проблем, которые нужно решать в едином комплексе. Прием документов начнется уже с 18 июля. А между тем в университет поступило уже порядка 400 заявок от различных организаций на трудоустройство урбанологов в период с 2026 по 2035 год. Это говорит о том, что специальность урбанология и сити-менеджмент не только передовая, но и реально востребованная, что для молодых специалистов особенно актуально. А так как новое направление стартует в Бресте, значит именно он станет местом внедрения свежих идей и воплощения принципиально новых подходов. А значит, станет первым городом будущего в Беларуси. В продолжение темы. Брест – красивый, компактный, чистый и уютный приграничный город, который на протяжении последних лет заметно преображается и обновляет свой облик, приобретая новые современные европейские черты. В то же время сплоченная команда профессионалов делает все, чтобы максимально сохранить связь с природой и звание одного из самых зеленых городов Беларуси. Тема экологии как никогда актуальна во всем мире. В нашем городе ее помогают продвигать такие замечательные проекты, как, например, новый парк Волунов, который уже успел полюбиться жителям и гостям. Однако в медиапространстве можно найти и критичные отзывы тех, кто не смог оценить или просто не понял концепцию данного проекта. Что ответят его создатели? Будет ли парк развиваться? И каким его увидели туристы из Москвы? Обо всем узнаем из материала Людмилы Логодич. Российская Федерация, Япония и Таиланд. Что объединяет эти отдаленные географические объекты? А то, что в каждом из них есть музей камней под открытым небом. В нашей стране он тоже есть сразу в двух городах. В Минске и тот, что недавно появился в Бресте. К его создателям я и иду сейчас навстречу. Начиная с конца весны, один за другим могучие исполины стали прибывать на территорию городского парка. Сегодня здесь 42 древних камня великана весом от 100 килограммов до 26 тонн. Эти валуны – гости из далекой Скандинавии, которые были принесены к нам леднюком более 150 тысяч лет назад. История создания нашего Брестского парка валунов уходит корнями в 90-е годы прошлого столетия. Инициатором создания парка был мой отец, профессор Альберт Александрович Багдасаров. К сожалению, в то время эта идея не получила своего логического завершения. И вот спустя несколько десятилетий, буквально полгода назад, мы вернулись к ней, предложили ее руководству города. Эта идея была воспринята, воспринята очень конструктивно и обрела свое воплощение буквально месяц тому назад. Вдохновлялись при создании мы идеи парка валунов, который, как известно, наверное, многим нашим зрителям, имеется в Беларуси, в Минске, в микрорайоне Уручья. Мы заслушали доклад одного из наших коллег, который принимал активное участие в формировании идеи этого парка, Николая Федоровича Гречаника, который рассказывал о ледниковых валунах, сохранившихся на полях и на обочинах дорог в Каменецком, Пружанском и других районах. И остро прозвучала проблема, что валуны пропадают, они находят другое использование. А многие из них являются достаточно ценными и с точки зрения истории, и с точки зрения науки и просвещения. Поэтому мы пришли с нашей идеей к городским властям, и руководство города услышало нас, заинтересовалось нашей идеей. Самое важное для создателей Брестского парка валунов то, что сегодня он стал еще одной локацией, куда приходят специально, чтобы прогуляться, отдохнуть с семьей, друзьями. А самые находчивые нашли даже оригинальный способ выздоровления. Ведь хождение босиком по камням и коре очень благотворно влияет на организм. Это все часть городской территории, которая сегодня ожила и приобрела совершенно иной вид. Сегодня мы видим, вот проходят соревнования, здесь уже отдыхают возле этих камушков, сидят люди. Значит, кто-то утреннюю пробежку, кто-то на велосипеде проезжает. То есть это все сегодня входит органично в жизнь города. Вообще благоустройство данного участка, он связан еще с такой темой, как экология. Поэтому мы старались использовать материалы, вторичное использование, вот те же борты, если мы посмотрим. Это бывшие гранитные борты, которые укладывались вдоль улиц наших. Натуральный камень, натуральное дерево, натуральный гранит. Как вы относитесь к комментариям брещан, которые появились в медиапространстве относительно концепции и наличия вот этих вот оголенных стволов? Я бы сказала, что в нашем обществе было бы очень хорошо, если бы мы культурно просвещали людей, проводили такую просветительскую деятельность. Данный объект, он как раз и задумывался с одной из целей таких задач, это культурно просвещать людей о том, что наши пространства могут быть немного иные, не такие, к которым мы привыкли. И, конечно же, когда у нас пространство в городе появляется такой объект, который людям непривычен, это, естественно, вызывает много эмоций. Но я считаю, что хорош тот объект, который, в принципе, вызывает эмоции. У кого-то они вау, у кого-то они что это такое, кто-то может скажет фу, это нормально. И я была к этому готова. Поэтому я очень надеюсь, что та информация, которую мы закладывали на наших информационных стендах, на нашем сайте о парке Волунов, она поможет людям посмотреть под другим углом на данный объект. Плюс ко всему я еще отмечу такой момент, что стволы, они не стационарны, у нас объект не законсервирован, он у нас, как ребеночек, растет и развивается. И поэтому стволы со временем будут изыматься, такова была наша изначальная идея и задумка. И на их место будут высаживаться новые растения, новые деревья. Ну и по задумке, так как это сосновый лес или хвойный лес, там будут высажены хвойные растения. Но далеко не для всех концепция парка Волунов осталась загадкой. Например, туристам из Москвы объяснять ничего не пришлось. Она показалась им не только близкой и очевидной, но и очень полезной. Вот это вот все, сначала гибель, потом возрождение, и так всегда, и круговорот вот этого в природе, всегда будет именно так. И здесь, наверное, именно это и хотели сказать. То есть вы считаете, что это органично? Конечно. Не всякое сомнение, что это очень органично. Но и там очень красивое продолжение. Там как раз продолжение о жизни. Там живые-то поля уже стоят. То есть здесь продолжение, а потом возрождение. А в сомн-парке это, наверное, самый интересный объект, самый нам близкий, такая очень современная инсталляция. Парк Волунов – это уютное острово, где можно зарядиться энергией, природой, а также почерпнуть новую интересную информацию, отсканировав QR-коды на камнях. Как всегда, все гениальное, просто. А ведь самое важное и удивительное, уверены создатели парка, это то, что обычные, никому неизвестные валуны удалось превратить в настоящий музей в центре города, сохранив их для потомков. Людмила Логодич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович. Итоги недели. Два предыдущих сюжета подтверждают, что Брест гордо носит звание самого благоустроенного города в Беларуси. За последние 10 лет он преобразился до неузнаваемости и стал оазисом области. Но брещане не собираются останавливаться на достигнутом. Там они понимают, что звание самый благоустроенный можно легко потерять, стоит только пустить руки. Именно поэтому в областном центре каждый день и коммунальные службы, и неравнодушные брещане делают город красивее. Так, например, сотрудники ЖРЭО продолжают обновлять фасады домов, а горожане заниматься благоустройством своих дворовых территорий. Давайте посмотрим на две стороны благоустройства не для оценки, а для констатации того, что есть у нас люди, у которых есть еще порох в пороховницах. Брест и красота, на наш взгляд, слова-синонимы. По всему городу разбросаны цветущие сады, парки и скверы, где горожане могут найти умиротворение среди городской суеты. А некоторые жители и вовсе стремятся оградить себя от каменных джунглей и создают оазис прямо у себя во дворе. Трехэтажный дом по улице Коммунистической – отличный пример того, как может выглядеть придомовая территория. Гуляя здесь, возникает ощущение, будто возвращаешься в детство к бабушке в деревню, в ее сад с розами, хризантемами, яблонями, вишнями и грушами. Вы знаете, как говорят, красота спасет мир, так вот красота и любовь, да? Так вот одно без друг друга оно никак не может быть, потому что если это красота, то оно вызывает чувство умиления, чувство любви. Если это только любовь, то вот эта вот вся эта красота, она вызывает это именно чувство. А поскольку я как-то, вы знаете, с детства это впитала, вот этот запах природы, я родилась на Украине, в Полтавской области. И там, знаете, вот эти хатки-мазанки, а полы не дощатые, как сейчас, а были мазанки. И дедушка мой ездил на луг, срезал траву, а там же и васильки, там и ромашки, там и мята. И вот это все рассыпалось по комнатам. И вот этот запах спишь, там дня два-три, это не передать, какой запах хороший. Вот это у меня такая вот какая-то любовь к природе, вот она во мне живет, наверное, с детства. Анна Венцель живет в этом доме с 80-х годов прошлого века и стояла у истоков создания подобной красоты. Раньше в доме по коммунистической 17 жило много небезразличных людей, которые вкладывали всю душу в маленький придомовой оазис. Но время неумолимо и люди, к сожалению, не вечны. Один из самых больших страхов Анны Дмитриевны, что когда-то их, возможно, самый уютный двор в Бресте останется без присмотра. Вот в том-то и дело, что я переживаю, думаю, господи, у меня уже через год круглая дата. И кому передать? Ну некому. У меня просто душа болит за это. Жалко же, они такие красивые. У меня здесь вообще разноцветные розы. Просто жалко. Здесь, наверное, уже пять квартир, которые просто арендуют, молодые. А им как-то, ну зачем они здесь временно? А те люди, которые изначально, состарились уже. В свою очередь коммунальные службы всегда готовы помочь людям преклонного возраста сохранить красоту. И в случае чего взять ответственность на себя за жизнь оазиса в центре города. Дело в том, что ЖС-4 и все управление города Бреста коммунальное всеми силами старается помочь жильцам. То есть на все вопросы, на все просьбы максимально помогаем и стараемся помочь и физически, и работниками, чтобы эта красота не пропала, чтобы ее поддержать и, кроме того, еще и приумножить. А весь этот дворик – лишь частичка всей той красоты, которой окружен город над Бугом. И это во многом благодаря коммунальным службам, которые трудятся, делая областной центр ярче. Дома советской постройки обновляются и принимают современный облик. В этом году планируется отремонтировать 33 жилых дома. 10 из них уже введены в эксплуатацию. Впрочем, эта тема уже для другого сюжета. Вы смотрите программу «Итоги недели». Говорим об актуальном. 100 баллов по ЦТ – предел мечтаний каждого абитуриента. Вот только воплотить эту мечту в реальность получается не у всех. Ведь на протяжении 11 школьных лет нужно корпеть над учебниками, все глубже и глубже вникать в разные дисциплины и отдавать предпочтение учебе, конечно, совмещая все перечисленное с интересными хобби и развлечениями. Вот именно такие трудолюбивые и усидчивые, целеустремленные, любознательные и очень ответственные героини нашего сюжета Полина Морозова и Виктория Свержевская. Наш корреспондент Анастасия Мелешкевич встретилась с девушками, которые смогли сорвать на ЦТ заветную соточку и узнала, чего стоил им этот столь высокий балл. Разговор получился достаточно интересным, ведь собрались девчонки. Централизованное тестирование в Беларуси завершилось. По четырем предметам, государственным языкам, обществоведению и математике абитуриенты уже получили результаты. Но быть уверенным в успехе еще рановато. Примерные шансы на поступление будут понятны к концу июля. Хотя часть школьников уже могут позволить себе быть оптимистичными. Те, кто сдал ЦТ на максимальный балл. В целом, централизованная кампания Брестской области прошла удачно. Серьезных нарушений выявлено не было. По общей, как говорится, организации, могу сказать, что ребята достаточно собрано к этому ко всему подошлись. Почему? Потому что не было и очередей какого-то массового стоповподотворения в 11 часов. Поскольку тесты начинались в 11, опоздавших практически не было. То есть, в принципе, как бы тихо, спокойно ЦТ прошло без каких-либо таких вот, так скажем, крышей. Набрать заветный максимум на централизованном тестировании – одно из самых больших желаний абитуриентов. Ведь каждый понимает, от того, какой балл заработаешь, напрямую зависит поступление. А значит, и ближайшее будущее. Выпускница средней школы номер 22 города Бреста Полина Морозова может быть уверенной в том, что поступит в намеченный вуз. Девушка набрала максимальные 100 баллов по белорусскому языку. Еще 99 баллов принес в копилку выпускнице школьный аттестат. Полина окончила школу с золотой медалью. В том, что сдаст ЦТ успешно, девушка не сомневалась. Оно и неудивительно. Кропотливая подготовка на протяжении долгих лет не могла пройти даром. Но все же первые 100 баллов были для девушки приятным шоком. Когда я поняла, что у меня за плечами несколько лет участия в олимпиадах, именно по белорусскому языку, и преподаватели нашей школы прям конкретно готовили меня, и я знала, что у меня есть багаж знаний, который поможет мне при подготовке к ЦТ именно по белорусскому языку, и поэтому я решила остановиться на нем. К тому же здесь какую-то роль сыграла и моя личная любовь именно к этому языку. Я начала готовиться с 10 класса в рамках уроков белорусского языка как ученица профиля по этому предмету, но в 11 классе моя учительница помогла мне подготовиться. Вот именно что на 100 баллов я готовилась с ней, занималась дополнительно. Чем больше времени проходило после ЦТ, тем больше мне забывались задания, тем больше я начинала переживать, что где-то я что-то всё-таки упустила, что-то не так, и поэтому просто это достигло своего апогея в день, когда выложили результаты. Я просто трясущимися руками нахожу свой результат, вижу эти 100 баллов, и я просто не верю, я просто не понимаю, что это. И, наконец, когда я осознала, что это действительно те желанные 100 баллов, что у меня всё правильно, я постаралась выдохнуть, вдохнуть, и действительно сразу начала звонить родителям, преподавательнице. И, конечно, все были за меня очень рады, потому что все ждали этого результата, но как-то действительно даже не верилось, что можно его достичь. Как призналась Полина, чтобы достичь заветного результата в 100 баллов, нужно было справиться с волнением, сосредоточиться и не спешить. Девушка наловчилась во время подготовки решать тесты быстро, но после этого необходимо было ещё раз себя проверить. Я думаю, волнуются в основном те, для кого это важно, у кого в этот момент… Не то чтобы судьба решается, разумеется, нет, это просто переходной этап. И, наверное, это такое ключевое понимание, ключевой момент, который нужно понять, что это действительно экзамен, это как начнётся, так и закончится, и тебе нужно просто успокоиться, потому что чем больше ты волнуешься, тем больше вероятность, что ты где-то сделаешь ошибку, что-то не заметишь. И поэтому это нормально, если ты волнуешься, значит тебе это не безразлично, разумеется, но лучше убедить себя в том, что чем ты спокойнее, тем лучше будет твой результат. Впереди у Полины не менее важный этап – вступительная кампания. Девушка местом учёбы выбрала Минский государственный лингвистический университет. С факультетом и специальностью пока не определилась, но точно знает, что её будущая профессия будет связана именно с лингвистикой. К слову, особого волнения перед подачей документов Полина не испытывает, ведь с большими баллами в копилке для неё открыты многие двери. Мы, наверное, все где-то там втайне ждали вот эту 100. И когда позвонила, ну она была вторым человеком, кто позвонил. Первый позвонил ребёнок, который тоже достаточно хорошо сдал. И когда уже позвонила Полина, я говорю, будешь хвастаться? Человек сказал, да, я буду хвастаться. Но, знаете, это, наверное, закономерный итог нашей совместной работы, потому что, ну, это было ожидаемо. Когда человек отработал на все 100, она сумела взять себя в руки и на экзамены, хотя, в общем-то, и на уроке, ну, ежедневно она показывала этот высокий результат, потому что мы более чем уверены, да, что чем больше мы нарешаем тестов, тем выше у нас будет результат. Я в Полине была уверена вот на все 100%. Вот именно в белорусском языке, как никогда. Она немножко лукавит, говорит, что она где-то там с 10 класса начала готовиться, а она шла к этому с 1 класса. У нее с 1 класса все годовые оценки были в десятки, в девятки, то есть у нее и золотая медаль, она вышла чисто идеально. Поэтому, когда подтвердилось, что это в самом деле 100 баллов, я была на работе, Полина мне позвонила, я слышу, она прыгает, вот пищит. И точно так же я за своим рабочим столом, у меня столько было эмоций, столько было восторгов, но я этого ждала. Я была уверена вот. Еще одна умница и красавица Виктория Свержевска. Из средней школы номер один стала стобальницей по математике. И несмотря на то, что ей покорялись все школьные дисциплины, больше всего нравились точные науки. Любимый предмет – математика. Девушка неоднократно принимала участие в школьных и областных олимпиадах, а в старших классах усиленно изучала точные науки. Результат не заставил себя ждать. Золотая медаль и 100 баллов на ЦТ по математике. Я выбрала в качестве своего любимого предмета именно математику, потому что мне нравится упорядочивать что-либо. Мне нравится этот строгий, логичный мир цифр. На подготовку отводилось порядка 10 часов в неделю, и плюс было 6 часов школьных уроков. Когда я узнала о том, что я набрала на ЦТ 100 баллов, я была очень рада, и я, если честно, не ожидала такого результата. Я знала, что там будет достаточно хороший результат, но что там будет 100 баллов – это было сюрпризом. Высший результат абитуриентки помог достичь учитель Кирилл Любчук. Он морально поддерживал Викторию в ответственные моменты, прививал и любовь к предмету и раскрыл в девушке потенциал, который выстрелил на все 100. Я считаю, что основная роль отводится педагогу, который все-таки смог заинтересовать предмете и объяснить его так, чтобы каждому ученику в классе было понятно и доступно. Роль самого учащегося составляет процентов, я думаю, 40-60, достаточно большой разброс. Это все зависит от мотивированности учащегося, от того, насколько он готов трудиться и насколько он готов вкладываться в подготовку. Виктория – шикарный ученик. Я думаю, это гордость была бы любого учителя, учителя математики. Что еще сказать? Ну, ответственность, исполнительность. Вообще претензий к девочке не было никогда. Когда мне позвонили, я узнал, что Виктория набрала 100 баллов по ЦТ. Отчасти я, конечно же, просто прыгал, потому что это был мой первый выпуск, и сразу же на первом ЦТ ребенок получает 100 баллов. Для меня, конечно же, это гордость. Звонили учителя, поздравляли. Хотя, если честно, прям свою заслугу я в этом не вижу. В первую очередь, это заслуга ребенка. Конечно, и учитель, наверное, именно больше, как привить любовь к предмету. Во время централизованного тестирования Виктория, конечно, немного нервничала. По ее словам, не все задания показались легкими. Над некоторыми пришлось поломать голову. Более того, одна задача решалась только благодаря знаниям, которые дал ей преподаватель. Для того, чтобы избежать волнения, стоит посетить все три этапа репетиционного тестирования, которые прекрасно готовят к реальной ситуации на ЦТ. И, если честно, у меня волнения как такового перед ЦТ не было. Я была абсолютно спокойна и уверена в своих знаниях. Виктория отметила, что с математикой она на «ты» давно. Родители все это время поддерживали интерес девушки к точным наукам. Теперь в планах абитуриентки из Бреста поступление в БНТУ. Мы ожидали, что у нее балл будет довольно высокий, потому что на РТ было довольно неплохо. Но 100 баллов, конечно, где-то в глубине души, наверное, была такая надежда. Но немножко неожиданно было. Конечно, мы были очень рады, очень горды за Викторию, что она такая у нас умница. Безусловно, поддержка родителей важна в любом вопросе жизненном для ребенка. И касаемо учебы, и касаемо каких-то там личных моментов. Естественно, родители должны всегда понимать своего ребенка, поддерживать, что бы ни было, как бы ни было. Все равно родители – это люди, которые всегда должны быть на стороне своего ребенка. Чтобы добиться такого результата, как героини нашего сюжета, нужно быть готовым к тому, что за максимальный результат нужно заплатить большую цену. Причем рассчитываться придется сном свободным временем. Но все это компенсируется тем, что сорванная заветная соточка дает реальный шанс поступления в высшее учебное заведение, что равняется исполнению мечты. Пост памяти мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» на протяжении 50 лет является примером преемственности и воспитания многих поколений образцом сохранения исторической памяти. Брест – город, в котором бережно хранятся добрые традиции, а молодое поколение с уважением и благодарностью перенимает опыт у старших. Не так давно в телеграм-канале председателя Брестского госполкома Александра Рогачука прошла информация, что по инициативе молодежного парламента при городском совете депутатов запущен проект «Отряд поколений». От слов перешли к реальным делам. Наша съемочная группа отправилась на территорию мемориального комплекса «Брестская крепость-герой», где в эти дни проходят репетиции сводного караула из представителей вахты памяти прошлых лет. На нее они заступят 28 июля, в день освобождения нашего города. С самого момента создания мемориала было понятно, что Брестская крепость станет не просто историческим музеем под открытым небом. Земля, окропленная кровью истинных героев, святое место, где в тишине и величии руин каждый может переосмыслить и понять для себя многое. Почувствовать гордость за своих предков и стать причастными к великой победе обычным школьникам по сей день позволяет пост памяти номер один. За 50 лет через него прошло более 100 тысяч юнормейцев. Проект «Отряд поколений» – это прекрасная возможность юнормейцам разных лет и поколений встретиться вместе в сводном отряде. Объявили набор в отряд. По большому счету большого информационного поля мы не формировали. Разово было выплеск в интернет, в социальные сети. И что удивило, что буквально на следующий день начали появляться заявки с разных сторон и разного возраста люди, которые действительно в свои годы были приобщены к посту памяти. Не один-две раз стояли, кто-то по пять раз, кто-то по четыре в разных должностях. Более того, начали появляться люди, которые ни разу не стояли на посту, но имеют огромное желание приобщиться к этому мероприятию. Ну и было решено окончательно, что в посту, наверное, сводному отряду «Отряду поколений» мы так называем рабочее название «Быть» и начали репетиции. От этих черно-белых фотографий веет теплом. Глядя на них, те, кто в разные годы нес вахту памяти на посту номер один у Вечного огня в Брестской крепости, чувствуют себя частью одной большой семьи. Проект «Отряд поколений» дал этим людям возможность еще раз надеть форму, вернуться в старые добрые времена юности и вновь почувствовать те незабываемые эмоции. На посту я стоял 33 года назад. Вот фотография. Январь 89-го года. Это наше первое, мое первое заступление на пост в крепости. И когда я увидел в интернете о том, что собирается отряд поколений, вот здесь стало очень здорово и тепло. Потому что когда мы тут стояли, тут очень часто была свадьба. Проходили, на нас смотрели. Много было делегаций, только-только приезжали. И когда это все смотришь, мы с гордостью стояли по-настоящему, потому что мы знали, что страна большая, и мы частичка этой страны, и нас воспитали так, что мы были очень горды. В составе мемориального отряда от средней школы номер 12 я была в семь раз. Мой первый, скажем, опыт был в 1986 году. Мы практически всем классом тогда заступили на пост номер один. Наш класс на тот момент являлся победителем, не победителем, призером всесоюзной игры «Зорница». За безупречное, наверное, занесение вахты у поста номер один я была награждена вот таким знаком пост номер один и знаком «Отличник поста номер один». Таких знаков, значков было не так много. Это, как правило, даже не каждой школе вручались. И, естественно, пост номер один – это был школой патриотизма, школой жизненной какой-то. И, знаете, вот эта фраза, когда стоишь у поста номер один «Стояли нас, Мирслава, героям», она цепляет в любое время, сколько бы лет ни было. И для вас не стоял вопрос, да? Нет, нет. Я когда увидела, скажем так, сообщение в социальных сетях о том, что запустился такой проект и собираются постовцы бывших лет, вопрос даже не стоял. Это было интуитивно сразу, как бы было дано согласие. Безупречная выправка, строевой шаг, равнение направо, сердце отмеряет удары в такт, самые юные участники – школьники. Все живо. Они сегодня на посту номер один. А старшим уже под 60, но и для них вспомнить когда-то знакомые движения не составило труда. О своем участии в отряде поколений заявила даже целая семья. В дочери мы узнали первую вице-мисс 12-го национального конкурса красоты «Мисс Беларусь-2021» Юлию Иовлеву. Пост памяти для нас – это прежде всего место священной памяти, истории и духа патриотизма, который связывает такой красной нитью наше прошлое с настоящим и будущим. И, конечно, у нас тут представлены два поколения – мы с братом и наши родители, которые, так сказать, положили эту традицию заступления на пост. Отряд поколений заступит на пост номер один в день освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Будущие разводящие, дневальные, часовые и экскурсоводы делают все, чтобы быть достойными почетной миссии. К слову, сейчас уточняются их размеры одежды. Областной военкомат обещал помочь и выделить для участников отряда форму. Людмила Логодич, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович. Итоги недели. Мы уже не раз рассказывали об участии наших талантливых земляков в популярных вокальных конкурсах «Ты супер» и «Голос». На этот раз о себе и о нашем городе громко заявила брещанка Ангелина Пипер и сделала это не где-нибудь, а в далекой и жаркой Мексике. Беларусь и Мексика – два разных конца света, но творчество и талант не имеют границ, что в очередной раз доказала одаренная и целеустремленная, яркая и талантливая уроженка города над Бугом. Оказавшись волею судеб в далекой стране, Ангелина не могла пройти мимо и не испытать удачу на мексиканском шоу «Голос». А что из этого вышло, расскажут наши корреспонденты и сама артистка. Иногда жизнь преподносит свои сюрпризы и поворачивается самым неожиданным образом. Вот и брещанка Ангелина Пипер не могла предположить, что когда-то оставит родной город, любимую Беларусь и родителей ради знойной и колоритной Мексики. А причина в том, что она вышла замуж, нет, не за мексиканца, а за белоруса, но работа мужа потребовала переезда. А так как Ангелина творческая натура, профессиональная вокалистка, модели, телеведущая, то и в этой новой стране она не стала зарывать свой талант в землю. Наоборот, решила покорять новую вершину, которой стала мексиканская версия шоу «Голос». Могла ли она предположить, что уже на первых секундах один из членов жюри нажмет заветную кнопку и возьмет ее в свою команду? Ведь на кастинг пришли сотни участников. Мы связались с Ангелиной и попросили ее поделиться своими впечатлениями. Я безумно счастлива, горжусь собой, горжусь проделанной работой. Сейчас в моей жизни происходит очень интересный период, который дает мне много мотивации и вдохновения. Когда ко мне повернулся Давид, мой наставник, я, конечно, была в шоке, мне уже хотелось быстрее позвонить родителям, рассказать. В общем-то, это и случилось, когда я спустилась со сцены. Я сразу же набрала, чтобы поделиться этой радостью. «Сильная ли конкуренция? Хороший вопрос. Мексиканцы – поющая нация, они поют всегда и везде, на улице, в машине, на кухне. Поэтому они голосистые и конкуренция действительно сильная. Атмосфера на проекте максимально дружелюбная, легкая, праздничная. Как будто я попала на какой-то фестиваль, где все танцуют, поют, в том числе и работники». А на другом конце земли, на расстоянии более 10 тысяч километров, за Ангелину переживали ее родители. И даже не спали всю ночь, как оказалось, не напрасно. Сегодня мама с гордостью показывает дипломы и грамоты дочери в ее копилке десятки различных фестивалей, конкурсов и вокальных проектов, среди которых Евровидение, Сен-Рема и Академия Игоря Крутого. Таланты артистичной стали проявляться уже в раннем возрасте. И еще тогда было решено дать дочери шанс реализовать свои способности. «Плача сшили, песню нашли, пошли к педагогу. Я спросила, есть ли у нее какие-то данные музыкальные. Если можно, выучите песенку, если же нет, то значит все творение расскажет. И все. Ну, где там Ангелина у нас очень трудолюбивая, устремленная. Поэтому, естественно, у нее все получилось. Одна песенка, вторая. И мы поехали на Минск. В конкурсах мы участвовали, вот, начиная с маленького возраста и во всевозможных. То есть ее это очень, как бы, вдохновляло. То есть как ее оценивают, какие мнения жюри высказывают. Знаете, как бы не каждый готов выслушать. А ей, наоборот, надо было услышать точку, как бы, зрения профессионала. Оказалось, в Мексике она не могла не пройти мимо. Она знала, что там есть этот голос. И получилось пройти. Ну, конечно, мы очень гордились. Все только начинается, уверена Ангелина. И очень благодарна Брещанам за поддержку, которую она ощущает за тысячи километров. Хочу передать огромнейший привет любимому городу Бресту, всем нашим жителям, любимой стране. Я безумно скучаю по нашим улочкам, по нашим людям, по атмосфере, по чистоте. Но сейчас я покоряю новые вершины. И я обещаю вам, вы будете мною гордиться. Всем хорошего настроения, отличной погоды и до новых встреч! Это были главные события Бреста, как ими их увидели мои коллеги, журналисты БУК-ТВ. На этом у нас сегодня все. Нам, конечно, есть что рассказать, но дождемся следующего эфира. Мы встретимся снова на том же месте и в то же самое время уже в следующую субботу. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните на номер в Бресте 54-63-67. Я, Виталий Матюшин, прощаюсь с вами. Всего вам самого хорошего. И, конечно, берегите себя и будьте здоровы. Субтитры создавал DimaTorzok